она ничего не может делать сама в ней муж есть это ли забываешь она даже письмо если напишет она пока я не поставлю она не должна у тебя мама такая была звать гликерия а гликерия гликерия это полное имя ну которая умерла мама так и звали звали лукерия но это искаженное неправильное имя даже церковном календаре такого имени нет есть гликерия а в паспорте как она если это какие поминания подавать тут такое дело батюшка приходит и говорит субботу а что это за девочка такая была тут маленькая но я говорю не знаю я не видел спрашиваю надо говорить что-то она тут сказала утром гляжу воскресенье девочка бегает тут я спрашиваю чья девочка мне говорят надина какой нади бабы нади бабы нади у нас вроде бы одна я в другую спросил на людьми ухлана с ребятишками занимается кто это такая баба надя до кого откуда же у нее ребенок-то появился понятно что преклонном возрасте авраама старая родила но все-таки а тут без семена защитая защитие где она его без мужа нажила ребенка все крики бабы нади ну я кое-как кое-как растолок это дело не знаю баба надя то она не худышная не внимательно давай спросим тетя надя разогласно а сидеть мы сейчас просим тетя надяна но она таса я награду сказал она не безответственно маленечко еще подвесила подойти что не упадет вот так садись держи вот так вот чтоб тебя не было ну что она видишь я боюсь что она ее обожжет она где попала ставит кастрюльки свои я не ставлю она у меня сидеть не ставит дверь открыта сколько раз захватываю приду спи дверь настишь открытая девочка вышла и нету ну-ка поди поставь на ноги чтобы она себя видела вот посмотри там какая-то девочка кто там ну как ну вот девочка какая-то что за девочка там такая звать скажи она вещь сейчас я маленько прикрою чтобы не так сильно весь было так она лучше будет видно будет вот смотри ну кто это такая как тебя звать-то она сама себя видит видишь как в зеркало смотрится и видит сама себя сколько и возраст два года полных не полно сколько еще они полных будет три года 4 августа 4 августа кто на тебя седьмая вода на киселе самая вода на киселе это мы ты даже назвать не можешь родство да это моей сестры правнучка сестры мои так говорят говорят а в седьмой город корова удой это с водой но нет ни с кем только я так это зачем с ней водишься вот абсолютно никому нянь володя да ты смотри я тебя сколько раз тогда говорил о воде отстань ты от них живи ты один христианская жизнь только совсем туда уехать и тогда только уехать от них совсем сбежать да нет зачем уезжать ты ты тогда когда пришел в квартиру менять я квартиру сменяю чтоб тебя не нашли ты говорил сам показал и жили я вопрос задаю тебя когда ты начал менять я говоря сколько платить реально сколько заплатил 30 тысяч 30 тысяч это мне надо полгода не пить и не есть ты переменил квартиру от них как бы скрывался я сказал они тебя завтра же найдут здесь не нашли а сам показал но разве никакой нету смысл твоего перри переезда то не не имел никакого только проскил показал но она нашла даже тебя дальше то как она тебя в квартире оказалось сам пустил но опять сам а почему сам пустил то это два один раз переговорим этого день не слушаешь совета ничего и не просишь ты всю жизнь в этом прожил без совета никак нельзя вот мне малое дело какое надо я все и общее не говорю пишу друзьям близким со священниками советуюсь вот сегодня у меня сколько советов пришло сегодня письмо написал путину и патриарху и спрашиваю людей как они на это смотрят и люди новые и новые подсоединяются начинают молиться вот дело в том что она тебя придет и в любой день ее заберет она не твоя она разрешила да он с ней это точно также за нее бился ты помнишь из-за нее ты за кого ну мать как у нее звать наталья у ней мать наталья параскева 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 мать как звать наталья 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 сидела сидела и когда она вернулась а я в это время ты ходил за за ее матерью за параскева это и ты бился что тебе оставили я ко мне приходила я знаком с председателем краевого суда и ты был просто в гневе на меня что я не могу отбить девочкой она во первых твоя не твоя потом потом когда она вернулась она устроилась в это время на работу я на решена была материнца решена была а да вот временно твоего опекунство я говорю кончилось она вышла замуж устроилась на работу все эти справки представила в суде ты пришел ко мне что помощь не отдать как это не отдать когда-то законная мать и ты на меня разгневался на батюшку было такое было бы было но ты хоть сознаешь после времени то что все это было пустое ты мог заняться полезным делом но она что они прелюбодеянная семья дает такие отростки она все время и мать и выходит за зэка освободившись за преступника и сестра там твоя и все они одинаковые идут все за зэков кто за за убийство то сидел наташка вот так кого они убили девицы на год старых девицы на год старше себя учительницу да а тебе обувь дали починять так я думаю что это она сама не носила ну да ты это не при чем но главное то что ты с убитой снятые обувь и чинил даже не знал убийца то она жива еще было я и потому эти башмаки уже любом как как они урезали или как и как они убивали то еще вы потушите тут грамма граммофон уберите свой он еще говорит говорит нет этого я разговаривал он потом поговорить ну ладно еще помешает просто выключены чем они убивали это ее на суде же это было известно да не надо даже ты если тайна какая-то тайна уже отсидела все какая тайна я туда не хочу туда не хочу всякие тайны да это голос только идет тут еще нету вообще нету полностью на ней на нет посмотрите сейчас включить и все загремит ну что что загремится мы америки дальше ты чего-то боишься да не к чему это записывать это динамик динамик увеличить голос только динамик мы говорим когда он усиливает голос я не слышу поэтому включая на полную почти что ты не слушала ты мог многих неприятностей избежать у тебя такие специальности ты сапожник там и фотографы и просворопек и все у тебя просто советника никогда не было дело в том что я уже ее вижу мы молимся она в храме не не приучена совершенно стоять она задом колтарю стоит и играет и ее не могут развернуть даже это схватила за руку гляжу даже больше не трогая ребенка в храме не прикасайся к нему а давай кому-то пусть за ним смотрят это чужой ребенок ты не знаешь что дальше будет ты наживешь смертельных врагов я рискую беру детей там лагер то они купаются у меня и по деревьям лазят и чему только не учатся а что случится я же несу уголовная ответственность я перед богом несу моральную ответственность вот она взяла и ладно здесь я дело не не вижу она возится с печкой зала она кастрюльки где попала ставить на держа васильна то я тебе по делу говорю ты ты когда я по делу говорила об этом я все уже не так делаю я сейчас сейчас я не с тобой разговариваю ты пишет как она ведет себя она не воздержанная она дерзкая старуха дерзкая под 80 лет и не может язык удержать а жена доущество безмолвие безмолвие она не понимает этого и поэтому тут могут быть неприятности для тебя в первую очередь для нее мстительность возникнет а зачем ничей ребенок ничей она была в сирота и ты усыновил тут все понятно она живая ты развязал руки для дальнейшего греха этого делать не надо совсем это тоже трепешится и куда-то надо идти она начнет кого-то место себя оставлять с ней я уже просто знаю что она будет делать мне срочно надо мыться и срочно надо кота стри встретить там куда-то пойти мой ребенок маленький совсем она кого попала начнет нанимать то ли ну то кого то дело то посложнее ты просто этого не видишь а я тебе говорю девочка может и хорошая можно было заниматься с ней ну воспитатели ненадежные да и если так разобраться и не надо ты уже третье воспитываешь ребенка и фиаско потерпел то есть полное крушение с сестрой с ее дочерью это уже внучатка какая там и опять ты рожают тебе скидывает мужик возится и все девчонки ни одного пацана нету нету это тоже что-то говорит почему ребенок смотря с мальчишка ты не водился с девочкой папаша забрал а папаша забрал парнишку ну а когда он был маленький то ты с ним водился нет нет а почему они сначала вместе были она там жила она и водилась цена мамаша а потом попрошлось сам их разделил тебе даже не полезно как мужчине возиться с девочками неженатый человек и я говорю как чувство ты мне не чужой в чем дело я тебя давно знаю ты понимаешь у тебя склонность в бегство вот не так значит разбросил и никого не предупредил ты у матушки сколько там натаскал этих реек на крышу то что тебе какая шлея попала все сбрыкнул никого нет так и лежат по сегодняшний день так было нет но как так ты ты не закончил еще тебя потянуло сюда пришел бы простился никаких сразу то есть для тебя руководителя в юности и старости никого нету совершенно вот я пришел батюшка сегодня у меня ребята мы помолились мне послать письмо давайте помолимся мне сегодня сколько советов было прямо советы знаки строгие да еще не с одним человеком я тут поговорил вчера еще начал говорить всему собранию сказал то есть ясно дело что это обдуманный шаг у тебя вообще никак нет один как из бухты барахты взял и все я помог ей сказать не трожь ребенка и не порти его вот ну вы тут решили уже без меня и я могу только бояться и дальше за ребенка там может быть иголка режущий предмет нож ножницы вот это тут кропки у баптиста были она мать-то рохли это у нее скатерка и она во ножницы поработала и положила а ребенок маленький потянул и он падает ножницы прямо в глаз и сейчас со стеклянным глазом это вся жизнь целая жизнь целая из-за того что ты неаккуратная была у нас называют рохли лохудра отец говорит а у нас отца двенадцать ребятишек было двенадцать десять живых и с одним несчастья не было почему отец он строго смотрел на это как придет на мать ты опять чугуны расставила ребенок обожжется вот я живу на строительной привезли ко мне племянника отец с ним приехал только заходим а тут три квартиры ну вот оборачивающего типа квартира вы на одном этом тамбуре выскакивает маленькая собачонка отец ее ногой топнул что-то позволил я тебе сейчас половинкой кирпича проглажу ягода на маленькая такая она как дверь открыта она шмыгнет и как кошка под пол пряталась укусит ребенка у кого она там укусит скажи в этот день укусила в этот день она никогда не бы не бросалась ничего почему не надо спорить это опыт опыт и предчувствие а я даже соседи она меня знает лает явкает но только это ребенок то она как раз на него и на вы наткнулась чего он машет руками не так или как если бы ты слушал это она у тебя тут не было и сколько ты думаешь держать сколько около себя на штуку не а был у меня не понял она мне уже долго живет я если бы спросил сколько живет и отвечает что не на вопрос я говорю дальше продолжение сколько меня не интересует она у тебя уже здесь дальше сколько ты думаешь и держать при себе как ту до седьмого класса у тебя жизнь это своей никогда не оба ты их нянчишь преступный мир и забирать все до одной преступницы блудницы мамаши живет на квартире у нее никто с ней сидит и затем это какая-то этого забота то у меня пять сестер я не знаю где на квартире живут раньше города детский дом только ждать ее а ну что детский дом на тебе даже знать это не надо ты да она тебе никто фактически она родила скинула и пошла опять на блуд а ты сиди хлюпой прямо вообще даже не придумаешь тебя ни один человек не поймет и не одобрит ты мужчина живи мужскими делами зачем тебе эти она три дня работает 10 до тебе какое дело от ее ребенок весь город полно которых рамана будет в это время наживает ребенка она венчана с этим с которым живет нет ну нет она называется по-русски кто а тому же то нет никакого он ее брак какой муж что он зашел пришел на чего ты слышал такое слово блять вот кто они такие это церковнославянское слово то ты не думаешь это ругательная преступная распутная женщина мы сегодня смотрели словарь отца григория диченко это возишься с ними а это кто дети незаконные выблетки выблетки этими выблетками тебя всю жизнь они осеменяют и ты сидишь и сидишь такой с такими специальностями куда-то пойти помочь на благовестие нигде нету то есть зациклены в коробушке своей самомнение сидишь и я же знаю ты открытый у тебя подсиживание никакого нет а просто упрямство такое упрямство просто бычинное затеял значит тебя уже никак пусть она решает я препятствовать не буду решайте сами ты доверяешь доверяю доверяешь а ты сама себе доверяешь сдавай пусть поиграет маленько тут я не запрещаю дальше ты мне платить платить будешь за это со свалки будешь носить что-нибудь я сегодня принес ну вот что ты там прошлый раз-то приносил мы посмотрим то кошку накормить вот у меня галя немцова она где-то откуда наберет мясо-то мясокомбинат или что ну а а отходы я выхожу всю улицу собак кормлю вот это мне редко больше там бывает там лучок там эти которые они выбрасывают эти там выбирает весь город город сидит там виноград там все некондиционное там это просроченное это молоко я уже кошек кормлю у кого что есть это не за девочку конечно это просто так смеху сказал мы-то ни в чем не нуждаемся мы живем трое сейчас трое я сегодня только ходил и размышлял как я могу принять еще троих свободно на то там вещи убрать некуда убрать только у меня этажи то но это палате называть или нары так она как будто и не два года у нее взгляд разумный пусть она она очень сообразительный они все такие сообразительные все это помогает им сразу быстро ранее созревать в грех быстро они скороспелые как правило мощи то под себя и быстро находятся нет она вот она не на я говорю тебе сейчас я не о ней говорю как правило они мощатся очень долго под себя и быстро находят где совокупиться все еще в школьном возрасте и никакие молитвы что-то одевал этом икона в руки давал фотографировал обрежал этом подмонашку это никакой роли не играет внутри ее пустота и она занимает тем что знает а пустота а чего потому что бога не начал не так так же ты не знаешь тебе биографии их рассказать но если если убивают человека женщина она его то она тебе племянница и ранец то убийца ну дальше то что говорить но乙 ק Haha за укрывательство дали а за укрыватели создать шуток не пойму-то пафф За укрывательство срок дали укрывательство она участием участие учащ apexа укрывательство укрывательства какое струк давали двадцать пл conjunto вот я ее видел в камере она говорила мы встречались я когда по камерам ходил. Ей может быть интересно на воробьёв посмотреть. Пусть она посмотрит. Они рядом. Только шторку не задевать, иначе улетят. Посмотри. Вот они, воробушки сидят. Посмотри, вон они сидят. Вон он. Подниму. Давайте подниму. Вот так. Видно? Вот они едят. Смотри. Вот так полетели. Ну и всё. Давай вот сюда. Ты, Володя, всегда помнишь, что Надежда Васильевна замужем. И она ничего не решает здесь. За неё решает муж. Она властная, она по-своему желает, но ей не удалось того, чтобы муж стал подкаблучником. Она не могла этого добиться за 50 лет. Да никогда не добивалась. Она не добивалась. Это у неё нормально считается. Даже она не добивалась. У неё это естественно. Как вот идёт под ногой червяк дождевой, она добивалась. Шагнула. Она думала и с мужем так же. И она прекрасно знает, что муж для неё является Вадимом. Водителем. Он ведёт её. Женщина слабая умом. Она быстро деградирует. Это и так понятно. Какое у неё развитие-то? Ей нужен постоянно руководитель. Чтобы держать её. Ну чё? У тебя какие-то вопросы-то есть ко мне? Да особых-то какие. Ничего больше нет. Я тебя спросил вопрос. Сколько она у тебя будет? Не знаю. Ну примерно. Сдал как в детский сад. Не знаешь. То есть рабство твоё, как у цыгана. Бессрочно. Бессрочно. Ты дождёшься, когда ещё она родит тебе. И дальше будешь дальше водиться. Дальше не придётся. Я хорошо помню. Как ты её мать привёл сюда к нам. Ты помнишь, приводил-то? Она не одеть ничего не хочет. Она тобой крутит, как хочет. Это такой ребёнок. Она тобой уже... Она-то ещё не знает ребёнок. Ей воспитание нужно серьёзное. Чтобы с родителями она с этими поменьше виделась. А там пьянка, табака и разврат. Она будет сночизничная. Они, которые вот так ходят, гуляют. И дети есть. Их малолеток насилуют. И что попало делают. Ну чё, давай помолимся. Иди сюда. Вместе. А ты сзади станешь. Рядом со мной становись. Как она. Возьми девушку сюда попроси. Давай вот сюда становись с нами. Помолимся вместе. Давай. Она одета красиво как. Ой. Вот так. Давай. Поблагодарим. Три поклона. Умеешь кланяться? Да, да. Господи, благослови нас. Это рукой давай. Перекрестись. Она умеет. Если она руку назад спрятала. Говорит, перекрестись. А руку назад. Уже два года. Ну, это крестишь. Не она. Сама. Может она перекрестись? Ну-ка, перекрестись, Викене. Перекрестись. Ну. Ну-ка, сама перекрестись. Она перекрестись людей. Ты же в куколки играешь. Ну-ка. Понимаешь, уже сегодня она заторможенная. Она кланяется хорошо. А? Она кланяется очень хорошо. А? Ну, кланяется спокойно. Надо совершить крестное знание. Зиму не поклонны. У нее хорошие. Ну, почему она не совершает крестное знание? Икон. Я бы папа только пал. Еще? Да. А кого-то? Братский. Ну-ка. Сама. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, перекрестись один раз хотя бы. Я увидел, что это ты крестишься. Пусть сама перекрестится. Молодец. Ну-ка, перекрестись сама. Ну, кланяется тайна, молодец. Ну-ка, перекрестись один раз. Нет. Давай. Она не верующая совсем. Господи, благослови. И это дело разреши наше, как тебе угодно. Господи, позаботься об этом, детятки. Благослови ее, а сияй духом твоим святым. За все твои милости хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И вразуми надежду мудро поступать с этим ребенком. Слушай, Володя, это она крещеная, нет? Крещеная. Крещеная. Полным погрешением. Крещеное ее имя это, да? Да. Вликерия. И по документам по всем вликерии. Ну, во славу Божию. Ладно тогда. Если я вам не нужен еще, с вами смотрите, оставайтесь или уходите. Давай тут уж мешать однако. А? Мешать не будем тут. Да мне еще мешать, я делом занимаюсь. Ну вот. Не верай-то, дурец. Ну, спаси Христос. Слава Христу. Ау, Боже. Вот она. Остарайтесь с Богом. Ну, говорю, что она туда не наступала. Там, на землю это не надо, не наступать на эту. Вот так ногу туда заталкивать, это грязь, это улица вот эта. Не знаю, что там у вас. Ну, вот ты вот убери, надень и туда уже становиться. Как надел, так уже на грязном, что там не могут теперь туда. А у тебя сюда, что она пищит. И ее, когда он пищит. Давай. Давай. Ну, вот они у меня как. Ага. Ну, все тогда. Ой-ой-ой. Спасибо. Продолжение следует...